Всем добрый день! Сегодня вашему вниманию обзор такой неплохой айпишной камеры Hikvision под названием DC2CD2T43G0.8. Сразу пойдёмте по маркировке. DC2C говорит о том, что это камера айпишная цилиндрическая. D говорит о том, что это камера с режимом VDR, что очень немаловажно для хорошего изображения. 43 это у нас говорит о наших четырёх мегапикселях расширения матрицы и и это говорит у нас о инфракрасной подсветке на 8 светодиодов. Фокусное расстояние 2.8, что позволяет смотреть камере по горизонтали на угол 98 градусов. Что находится внутри нашей коробки? Упаковка камеры Hikvision стандартная, в которой мы видим опять же диск, документацию, ключ для открытия корпуса камеры, наклейка для монтажа на стену или на потолок, крепежные элементы, сальник для входа под рж, вход под питание 220 вольт закрывается тоже своим пластиковым клапаном. И собственно сама камера. Сразу обратите внимание, камера при монтаже будет требовать еще какой-то определенной пластиковой коробки. Так здесь нет определенного стакана, куда можно сложить всю нашу коммутацию кабелей. Давайте посмотрим саму камеру. Корпус у нас селуминовый, здесь написано для одаренных личностей ботом то, что это нужно ставить вниз, здесь же выводить кабеля таким образом. Наверху находится козырек, который регулируется с помощью вот этого винта. Таким образом, здесь мы видим объектив и спрятанное за непроницаемым стеклом черным и К-подсветкой. На нижней стороне камеры мы видим краткую информацию о камере, QR-код для возможного подключения HIC Connect и сертификацию в Украине. Здесь же находится небольшой лючок, в котором скорее всего находится разъем под карту памяти и такую определенную кнопочку. То ли это сброс на заводские настройки, хотя HIC Vision в новых камерах обычно не ставят, может быть что-то другое, сейчас будем разбираться. По степеням свободы камеры их у нас три. Сейчас мы открутим все наши стопорные винты и продемонстрируем, в каких плоскостях она может вращаться. Значит, первая степень, вторая и третья. То есть на любой поверхности вы можете поставить эту камеру в любом направлении, какое бы вам не было бы задано. Дальше. Мы вам все-таки дальше рекомендуем эти все винты зажимать, так как транспортировать ее будет легче в таком состоянии с ажатым. Внутри камеры мы лезть не будем, но исходя из опыта эксплуатации таких камер, сама камера находится вот в этой части, а здесь китайская компания HIC Vision просто оставила пустое место. Эксплуатируем ее часто, неплохо. Камера защищена особой степенью защиты от перегрузок напряжения, поэтому, как в старых камерах HIC Vision, блок питания на нее уже гореть не будет. Само питание с 80-ти диодами подразумевает максимальная мощность 10,5 Вт. При выключенной подсветке будет меньше 4 или 5 Вт. В самой камере очень много настроек оптических, и задней подсветки, и баланс белого, и тоже широкий динамический диапазон ВДР. Но о том, как настраивать саму камеру, мы вам уже рассказывали многократно, поэтому смотрите на ссылочку в описании. Чем хороша данная камера? Что питание у меня реализовано как по пое, так и по 12 Вольт. Что выгодно отличает ее от других камер, которые питаются только через пое. Также еще стоит сказать, что данная камера является более-менее бюджетным вариантом, и предназначена для установки как на улицу, так и в помещении. HIC Vision заявляет, что подсветка будет работать на 80 метров, ну, мы конечно бы сильно не верили этим словам, но 30-40 метров она спокойно, если будете ставить ее по периметру, она вытянет и будет видеть все происходящее около нее. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Спасибо.